Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Карманова Гульбанова Галыковна. Я старший преподаватель в кафедре технологии и стандартизации Казахского университета технологии и бизнеса. Сегодня я прочитаю вам лекцию на тему «Электрофизические методы обработки печевых продуктов» для студентов образовательной программы технологии продовольственных продуктов в дисциплине «Процессы и аппараты печевых продуктов». По плану лекции мы сегодня пройдем процессы с использованием электростатического поля, физические основы нагрева в современном СВЧ-электромагнитном поле, а также методы обработки печевых продуктов. Внедрение на предприятиях общественного питания электрофизических и электрохимических методов обработки пищевых продуктов способствует выпуску качественной продукции и безотходной переработке сырья с высокой производительностью и безопасностью труда. Электрофизические методы обработки широко применяются в различных отраслях промышленности. К преимуществу их можно отнести в хорошую высокую скорость процесса и компактность промышленных устройств. К недостаткам же можно отнести относительную сложность и высокую стоимость промышленных устройств. Электрофизические процессы обработки материалов и пищевых продуктов основаны на непосредственном воздействии на материал, электрического тока в сочетании с механическим воздействием, а также с использованием электромагнитной энергии и излучения. Электрофизическим методом можно отнести эти виды обработки. Можно обработать переменным электрическим током, электростатическим полем, электроконтактным, высокочастотным, сверхвысокочастотным и инфракрасным излучением. Иногда можно применить комбинированный метод. Например, на первой стадии обработать сверхвысокочастотный метод, а на завершающей стадии мы начинаем жарить инфракрасным излучением. В общественном питании для обработки пищевых продуктов применяют электростатическое поле. Суть работы установок для обработки продуктов этим методом заключается в том, что в них за счет наличия электродов создается электростатическое поле, обуславливающее направленное движение компонентов, которые участвуют в процессе. В электростатическом поле осуществляет копчение мясных и рыбных продуктов. Эффективное его применение при тренировке мяса и рыбы. Среди способов обработки продуктов в условиях, приближенных к варке, интерес, конечно, представляет электроконтактный нагрев с соками высокой частоты и сверху высокочастотный нагрев. При электроконтактном способе электрический ток помышленной или повышенной частоты пропускают через пищевые продукты, которые, обладая электрическим сопротивлением, нагреваются. Тепловая обработка рыбы, мяса, связанная с воздействием на них электрического тока, требует знания электрических свойств продукта. В частности, свежая и соленая рыба своими электрическими свойствами приближается к проводникам, как обладают сравнительно малым удельным сопротивлением. Удельное сопротивление мороженой рыбы тысячи раз больше, чем свежей или соленой. Своим электрическим свойствам она приближается к электрикам. Электрическая проводимость мяса зависит от содержания жира и температуры. Проводимость жировой ткани при температурах от 0 до 100 градусов креплится в делах от 0,1 до 0,4, до 2,6 до 5 Ом, 10 минус третьей степени. Для мяса же от 0 до 19 Ом в сантиметру. При анализе СВЧ-нагрева пищевых продуктов используется такой показатель, как глубина проникновения электромагнитного поля продукты, который позволяет обосновать, рассчитать размеры и форму обрабатываемых продуктов, в зависимости же от условий их технологического процесса и основных параметров пищевых поля. При размораживании пищевых продуктов вытрача поля влага, образованной из кристаллов льда, распределяется в них так же, как и в незамороженных. Экспериментально установлено, что наибольшая неравномерность распределения влаги наблюдается при размораживании продукта в интервале температур от минус 5 до 0 градусов. Это объясняется тем, что соли и другие растворимые вещества, которые содержат кристаллы льда, в этой температуре растворяются в виде раствора, выходят из продуктов. Для предотвращения потери солей и растворимых питательных веществ необходимо быстро нагреть продукт от минус 5 до 0 градусов и выше. Светиш же позволяет это осуществить. В процессе размораживания высвечья поля наблюдается так называемый краевой эффект. Он заключается в том, что нагрев поверхности продукта происходит значительно быстрее, чем его центральных слоев. Это объясняется различным поглощением высвечья энергии оттаившими или замороженными слоями продукта. Такое уже явление наблюдается при размораживании кулинарных изделий соуса. Соус обладает большим коэффициентом поглощения и быстрее размораживается. Для предотвращения нежелательных последствий резкого оттаивания отдельных слоев компонента продукта применяют обдув холодным воздухом и фарированные перегородки. Электроконтактный метод весьма эффективен при размораживании мясных и рыбных блоков. Методом электроконтактного нагрева создан новый процесс электрокоагуляции каковременный нагрев продукта. Например, нагрев колбасного фарша в течение 15-16 секунд в диэлектрической форме до 50-70 градусов позволяет улучшить консистенцию фарша, сохранить форму при дальнейшей обработке. Эффективный электроконтакт на обработке растительного сырья является электроплазмолиз. Возвращение свежеэлектрического тока на растительную клетку увеличивает проницаемость протоплазменной оболочки клетки и способствует повышению сока отдачи. Для электроплазмолиза используют электроплазмолизаторы самых разнообразных конструкций волковые, шнековые, центробежные и так далее. В основу процесса электростимуляции положено явление механического сокращения мышечных волокон мяса действиями электрического тока, которые способствуют ускорению процесса и разреванию мяса. Для проведения электростимуляции разработаны различные генераторы с регулированием частоты следования импульса. Высокочастотные и сверхвысокочастотные методы обработки являются принципиально новыми методами нагрева продукта полиэлектромагнитного. Энергию сверхвысокочастотного переменного электромагнитного поля начали применять еще в общественном метане с 1960-го года. Нагрев же осуществлялся таким путем. Получил разные названия ВЧ-нагрев, СВЧ-нагрев, диэлектрический, микроволновой, уемный, безградиентный, холодный. Кроме же они отличаются друг от друга. Диэлектрический нагрев используют для тепловой обработки диэлектриков, то есть продуктов тепловой обработки диэлектриков, непропускающих или плохо пропускающих электрический ток. Микроволновой нагрев, это когда длина волны поля СВЧ-поля составляет 10,5 степени 10,1 степени метров. И объемном же нагреве с использованием СВЧ-поля нагревается одновременно весь объем продукта. Градиентный нагрев, когда при объемном нагреве отсутствует градиент температуры, в холодном СВЧ-нагреве повышается только температура продукта, а установка камеры аппарата остается же холодным. В общественном питании применяют электрические токи ВЧ-десиметрового диапазона с частотой 10 до 100 МГц, СВЧ-с частотой 333, 915 и 2450 МГц. Поработка же электромагнитным полем с инфракрасным излучением высокочастотные и сверхвысокочастотные методы обработки являются принципиально новыми методами нагрева продукта в поле электромагнитного излучения. В отличие от тех других способов нагрева, в которых тепло воспринимается поверхностью продукта и проникает внутрь за счет теплопроводности электромагнитного поля ВЧ-свыча способна проникать на значительную глубину, что позволяет осуществлять объемный нагрев независимо от теплопроводности. Нагрев же СВЧ-энергии в 10 раз сокращает продолжительность тепловой обработки, дает возможность обеспечивать равномерный нагрев всему объему продукта без подгорания и образования корочки. В продуктах в ней сохраняются питательные вещества, улучшаются вкусовые качества приготовления пищи и санитарно-гигиенические условия труда обслуживающего персонала. СВЧ-нагрев дает возможность приготовить продукт в ту упаковке, к которой он представлен, для реализации и же заложен на хранение, за исключением, конечно, металлической. Однако, несмотря на многие положительные стороны, изменение СВЧ-нагрева ограничивается в промышленном мастерабе ввиду трудностей конструирования СВЧ-установок с учетом обратного влияния размеров физических свойств объекта на электромагнитном поле. В связи с особыми требованиями к технике безопасности, опасностью для здоровья следствия облучения сильным источником электромагнитной энергии. Электрофизический же метод обработки пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья для длительного хранения разработали ученые-казни, прорабатывающие пищевую промышленность. Профессором Алим Куловым в современных технологических процессах для удлинения срока хранения сменяют химическую обработку сельскохозяйственной пищевой продукции, что негативно влияет на здоровье людей, нагрязняет вредными веществами окружающую среду. Кроме того, физические препараты сложно хранить, а обработка же ими продуктов имеет высокую стоимость. Между тем, стерилизация при помощи электронов высокой энергии и именуемой радиационной стерилизацией известна уже около 10 лет. При прохождении же электронов через пищевой продукт большая же часть их энергии расходуется на ионизацию, которая приводит к разрушению микроорганизмов. В результате уровень безнетворных фактерий и вирусов снижается, начиная с определенной дозы пропорционально поглощенной энергии электронов. Авторы же проекта, которые разработали метод электронно-лучевой обработки зерна, круп, муки и макаронных изделий отечественного производства, установили оптимальные режимы сушки и охлаждения. Разработанная же технология может применяться на всех предприятиях ключевой промышленности. Сегодняшняя наша тема закончена. Сейчас вы видите вопросы биосамоконтроля, читайте внимательно и ответьте на них. Вот вам литература, которую вы можете воспользоваться для более глубокого изучения этой темы. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.